Я даже не хочу говорить о том, что если выравнивать игры по оценке пользователей в стиме, том же условном, то если откинуть всем за хайпленные вещи, такие AAA проекты новые, которые, естественно, будут в верхушке, то 50% игр, что там останется, это игры для дегенератов, а еще 50% для детей дегенератов. И вот это как бы символизирует то, что люди любят играть. А вы, Бан Би Иваны, приветствую вас в долине гейзеров уже в шестой раз, и сегодня мы обсудим неожиданно, но актуальную тему. Не так давно вышла игра Astral Chain. Вышла она эксклюзивно на Nintendo Switch, и что-то началось. Сразу рейтинг на метакритике пользовательски, естественно, в ноль опустился. В стиме старательно гадят в комментариях под прошлыми играми от Platinum Games, вполне успешно причем, хоть рейтинг стим вроде держит до сих пор более-менее успешно на прежнем уровне. И давайте сегодня обсудим вот эту ситуацию, в принципе, о пользовательских оценках поговорим, и почему к ним лучше не прислушиваться вовсе, а лучше, наверное, даже убрать отовсюду их. Давайте обсудим это, я думаю, это будет интересно. Для начала давайте определимся, что такое пользовательские оценки. В первую очередь, все это касается именно метакритика. На томатах, допустим, которые в первую очередь занимаются фильмами, сейчас ввелись интересную систему, и чтобы оставить комментарий, оценку, отзывы, это все, нужно оставить скиншот чека, билета, диска даже, что ты посмотрел фильм, доказательство какое-то. Может, очень часто бывало такое, что человеку фильм не нравится, либо он в скандале кому-то поучаствовал, допустим, это было отлично видно по скандалу с Кевином Спейс, и, в принципе, и же с ним, кто тоже подвергся травле со стороны общественности, может быть, за дело, но это ли оправдывает то, что занижает оценки фильмов, которые никак не зависят от того, кто в них играл, как бы. Фильм хуже станет от того, что там играл Кевин Спейс, даже если он изнасиловал мальчика там 20 лет назад, я не думаю. Но, как бы, люди ставили оценки, и сейчас томаты как-то подают с этим бороться. Метакритик же никак не отслеживает. Посмотрел человек это, поиграл в это, послушал музыку, там, прочел книгу, нет, ему насрать. Он берет и учитывал все оценки, из-за этого чуть что происходит, какой-то гейт срабатывает, и на волне хайпа сразу оценки снижаются в ноль, допустим. Иногда даже не у одной игры, а у целой серии, если, допустим, разработчик что-то сказал не так. Такое было, например, с Ваврой, когда он после выхода Kingdom Come Deliverance несколько таких спорных заявлений в Твиттере и в Инстаграме, в общем, в своих соцсетях сказал. Ну, для кого-то спорных. Для меня он отличный мужик, и никаких предъявок я к нему не имею. Зайбись, Вавра прям охуенный мужик. Ноу хомо. И, в общем, тогда, кроме Kingdom Come Deliverance, пострадали и другие проекты, в которых он как-то был причастен к ним. И это было отвратительно. И сейчас каждая игра выходит, и чуть что-то какой-то скандал, хоть маленький, и сразу оценки падают вниз. Поэтому пользовательские оценки, в принципе, из-за этого по большей части и страдают. Потому что смотреть на больших агрегаторах, их-то бессмысленно, потому что ты не знаешь, что случилось. Вот ты зашел на сайт, допустим, через 2 года после выхода игры. Хочешь посмотреть, хорошая игра это или нет. Ты за ней не особо следил, ты не знаешь, что в ней, и заходишь, а там рейтинг 20%. Ты такой, фу, я в это играть не буду. А на самом деле казалось, что за неделю до этого случился скандал какой-то, и бах, заминусили игру. А игра-то хорошая. Поэтому пользовательские оценки это не очень. По крайней мере, из-за вот таких агрегаторов, которые не могут проверить, что там внутри на самом деле происходило. С другой стороны, есть прекрасный пример Steam. Там нельзя написать отзыв, пока ты не купил игру. Но тут, как вы понимаете, в чем дело. Во-первых, это не отменяет того, что даже купившую игру люди могут потом через 2 месяца, через 3 месяца, через полгода увидеть какой-то хайп, какой-то скандал, и написать отрицательный отзыв. Такое тоже есть, и встречаются тоже часто. И да, это было отлично видно уже не раз, особенно когда игры уходили в Epic Games Store. То есть там есть страница в Steam, допустим, у них. И сейчас они объявили, что уходят в Epic Games Store. Допустим, перед выходом Metro 3 части такое вроде было с первыми двумя, которые в Steam есть все еще. И это отвратительно. Это очень отвратительно. В принципе, об лаунчерах и магазинах мы поговорим отдельно в подкасте 2Modile, во втором или в третьем выпуске с Олегом. Обсудим всю эту ситуацию, некие подробности изнутри, с изнанки игровой индустрии расскажем. Мы все-таки к этому немного причастны. А сегодня мы это, пожалуй, касаться не будем. Просто я отмечу, что это очень некрасиво, когда из-за какого-то скандала с выпуском игры в другом лаунчере такое происходит. И то же самое случается, когда игру, допустим, не выпускают на твою платформу. Люди приходят и к прошлым играм минусят. Ну ладно, мы это уже обсудили, что некрасиво, когда из-за действий разработчиков, издателей, либо из-за какого-то социального подтекста в игре или еще из-за чего-то игры страдают. Они при чем тут вообще? Или вы думаете, что если вы понижаете оценку, пользовательскую оценку, это важно, то издатель посмотрит, заберет деньги у разработчика, нет, так не работает. Издатели крайне редко прислушиваются к пользовательским оценкам. Если они будут что-то слушать, то это должен быть скандал. Допустим, как был с Battlefield 2 или 1 тоже, я не уверен, где у них был большой скандал с лупбоксами. По-моему, в обоих, конечно, но... Потом из них был серьезный он, из-за чего... По-моему, это все-таки вторая часть была. Ну, не буду загадывать, я не особо следил за этими играми, поэтому, может быть, я ошибаюсь и что-то не точно говорю, но в одной из игр был именно адский донат, адский лупбокс, и из-за этого большой скандал выпал. Собственно, лупбокс это тоже большая проблема, из-за которой страдают игры именно по указке издателей, если большой скандал поднимается. А вот оценки от этого что-то не портятся. Ну, хотя иногда портятся. Тут как бы тоже спорный момент, потому что иногда, когда что-то случается, допустим, понижают шанс выпадения какой-то вещи или еще что-то, или ценник поднимают резко, а там тоже оценки падают. Но, но, давайте вернемся к тому, что такое оценка игре. В идеальном мире это должно быть объективное оценивание игры по каким-то критериям, то есть графика, геймплей, сюжет, вот это все. Но, так как мы живем в несовершенном мире, то объективного оценивания не существует. Пока что не изобрели искусственный интеллект, который сможет это сделать объективно тоже. Хотя, возможно, это в принципе неизвестно. Потому что все люди разные, кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Поэтому оценки всегда субъективны. Но, как я считаю, оценка должна быть более-менее правдоподобна, то есть не впадать в эмоции. Если, допустим, не нравится жанр, то зачем, собственно, ты пишешь оценку к этой игре? И, в первую очередь, касается это именно журналистов. Потому что сейчас я не знаю, как это стоит на крупных игровых ресурсах. А на более мелких, допустим, в X-Dade Production на YouTube-канале, с которым я плотно работаю уже больше года, там ты не берешь игру, и тебя не зацарают ее брать, если ты не любишь этот жанр. Но вот раньше в журналах, в прессе, в печатной еще, допустим, в игромании такое было, что пришло в месяц много ключей, много игр, и банально людей не хватает. Поэтому иногда давали игры в жанрах, которые людям не нравятся просто. Поэтому это сказывалось на итоговой оценке, итоговой рецензии, вот это все. Это не круто, но сейчас вроде с таким проблем нету, и обычно люди пишут рецензии на игры, которые им хотя бы интересны. Потому что если тебе изначально не нравится игра, то ее оценка будет плохая. С пользователями точно такая же вещь. То есть человек купил игру, а игра ему не нравится просто. По какой-либо причине. Может, ему и рисовка не нравится. Допустим, он не Blade 1. Ну, просто не Blade, не 1. Он вышел в аниме-стилистике, и кому-то она нравилась. Кому-то нет, но не суть важна. Вот кто-то взял ее, поиграл, а потом смотрит, выходит вторая часть. Ну, условно, вторая часть Blade of Time, где уже нет аниме-стилистики. Ну, есть, но в гораздо меньшей степени. И может, из-за этого ему игра не понравилась. И живя мы в то время, с современным развитием интернета, я уверен, что было бы много людей, которые ставили низкие оценки на Steam, условно, на метакритики, только из-за того, что изменилась стилистика. Хоть это, условно, не одна серия. Но такое тоже бывает, и сейчас такое же тоже происходит. И идем тут дальше. Потому что все это субъективно, но, если человек, допустим, наиграл 30 часов в игру, такое очень часто бывает, особенно в Steam, где пишется количество часов, сыгранных в игру. То есть там 30, 60, тысяч часов. А потом заходит в отзывы и пишет, а игра говно. Я вот наиграл в нее 60, 100, тысяч часов, и, знаете, игра плохая. Это самое паскудное, я бы сказал бы, такое. То есть, блин, одно дело, если ты наиграл 3 часов в какой-то ММО, дошел до эндгейм-контента, и понял, что как бы его нету. И тебя обманули. То есть ты качался, тебе было скучно, но ты надеялся, что дальше будет эндгейм-контент классный. А тут дошел и нет. Это как бы окей. Такие случаи тоже есть, и такие случаи, безусловно, оправдывают такие действия. Но, если это сингловая игра, допустим, GTA V даже, да, ты наиграл в нее 3 часов, прошел сюжетку, побег в мультиплеере, и тут бах, тебе что-то не понравилось. Или ты понял, что спустя все эти прожитые часы, зря прожитые, ты играл в то, что тебе не нравится. Это тупо. Это глупо. Потому что, блин, если ты играешь в что-то, что тебе не нравится, то зачем ты это делаешь? Это твое время, оно бесценно. И то, что ты тратишь его на то, что тебе не нравится, это глупо. Бессмысленно. И потом идти в комментарии и писать, что игра говно, хотя ты потратил на нее кучу времени. Это еще более глупо. Есть прекрасный пример, это Division. В основном первый, второй, я пока не уверен, как все будет развиваться дальше. Но в первом, понимаете, там эндгейм был весьма странный, его было немного, и по большей части он был средненький. Но, чтобы пройти игру, думаю, что она была где-то часов 30. И люди проходили, видя, что эндгейма нет, писали отрицательные отзывы. Но, понимаете ли, это, да, игра сервис, лутер-шутер, но тут у тебя есть классные 3 часов сюжета с дакзоной, вот это все. 30, сука, часов. За 4000 это вполне хорошая цена. Да, возможно, вы хотели какую-то ММО великую, но, блин, во-первых, лутер-шутер это еще новый жанр, до сих пор новый жанр, в котором мало хороших игр, именно хороших, плохих-то всегда, их много, там, зайти в Steam Greenlight, там полно такого будет, наверное. Хотя нет, лутер-шутер дорогая все-таки игра, и Индии туда редко пробивается. Но не суть важна. Ты поиграл 30, сука, часов. Я повторюсь, 30 часов, понимаете, это много. Ты все это играл, если ты играешь с друзьями, то скорее с удовольствием играл, и потом, типа, а тут нет эндгейма, поэтому игра говно. Давайте я напишу отрицательный отзыв и исполчу рейтинги в игре. Я повторюсь, что, как бы, пользовательский рейтинг, в принципе, всем насрать должен быть, особенно издателям и разработчикам, но все равно это неприятно, особенно, когда другие пользователи идут, смотрят, типа, а ритм что-то не очень покупать не буду, это плохо влияет на продажи иногда, на ПК в частности. И это, я считаю, крайне глупые моменты, которые случаются до сих пор. Почему-то люди считают, что игра должна длиться вечно, но потом выходит какой-нибудь условный ассасин какой-нибудь последний выше Odyssey, да, или RDR 2 выходит и говорит, типа, блин, она слишком большая, слишком долгая, я не могу потратить 60 часов на игру. И это, возвращаемся к старым, очень старым спорам, что игра должна быть длинной или короткой. Это было еще, блин, в 90-х, по-моему, даже появлялось, когда выходили какие-то RPG, более-менее европейские, или японские тоже, там, вполне. И кто-то говорит, типа, это короткая игра, на игру в 100 часов, сука, или там выходит игра в 50 часов, и кто-то говорит, что я не готов столько таратить на игру, на видеоигру, это очень много. Поэтому, считаю, что по длительности игру оценивать точно не стоит. Особенно, еще, примечательный момент, это Order 1886, я не помню точно дату, это игра эксклюзивно для PlayStation 4, которая породила кучу шуток, типа, 4К за 4 часа, да, потому что она стоила 4 тысячи и шла примерно 5-6 часов. Но люди ограничили ее 4-мя часами, типа, вот, шутили. Весело, что пиздец. И как-то никто не учитывал, что она, в принципе, хорошая, зрелищая, и за эти 5-6 часов она неплохую историю рассказывала. Да, она была не лучшей, естественно, не лучшая игра, но крепкий среднячок даже чуть выше, тем более, она была очень графически красива. Она до сих пор является одной из лучших по графике игр на PlayStation 4, да, и, наверное, в принципе. Поэтому, блин, оценивать по длительности игры, это еще то дело отвратительное. С прессой тоже не все так гладко. В последнее время на Metacritic попасть довольно-таки просто. Достаточно иметь английскую версию своей рецензии, посещаемость своего сайта и, в принципе, вперед. Поэтому, зачастую на Metacritic в агрегатор прессы попадают всякие блоги с весьма некачественным контентом, без редактур и без хорошего знания темы. Вот это все. Да, на крупных порталах до сих пор есть и редакторы мощные. То же самое касается даже наших и Стопгейма, ДТФ и даже Игромании. Хоть на Игромании в последнее время редактура очень странная, как они пропускают некоторые тексты, я даже не представляю. На ДТФе и Стопгейме с этим, конечно, получше. Поэтому, конечно, пресса тоже ее немного лихорадит временами, но чаще всего у них получаются рецензии более профессиональные, что ли. Что я имею в виду? Журналисты игровые обычно имеют большой опыт. Он видел много кризиса жанров, много игр, имеет там определенный опыт игровой. И если он в самом деле разбирается в этой теме, знает разработчиков, знает компании, знает прошлые игроки, истории жанров, то, в принципе, он может много увидеть того, что новая игра сделала, а что она просто переначала старая. Это неплохо ни в коем случае, но как бы выдавать какую-то новую фичу, действительно новую, когда она уже используется, допустим, в игре десятилетней давности, это немного не то. С другой стороны, есть, конечно, определенная доля субъективизма. Допустим, Crackdown 3. Тут мнения немного разделились. Основная часть прессы ругала игру, и, в принципе, заслуженно, потому что столько лет делать игру, которая в итоге получилась в лучшем случае сомнительной, ну, это немного неправильно. Но при этом, как и какая-то полуизба дрочильня, где открытый мир, ты бегаешь и выполняешь какие-то задания, в принципе, окей. И некоторые издания поставили слишком низкую игру. Она, все-таки, заслуживает чего-то большее. Шестерка, я думаю, вполне ок. Но некоторые там стоили двойки, тройки, четверки, это как бы маловато, и излишне, вторая сторона это Days Gone, эксклюзив PS4, который тоже минусили, кстати, в пользователе из-за того, что это эксклюзив, да. И пресса ее восприняла немного тоже странно. То есть, да, это, естественно, не шедевр, у нее есть явные проблемы, но при этом ее тоже как-то сильно ругали. То есть, у нее сюжет вполне хороший, атмосфера более-менее хорошая боевка, ну, немного спорная, но под конец тоже развивается. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что если оценить игру объективно, то она в лучшем случае средняя, потому что у нее все-таки очень много проблем, плюс она еще оптимизирована как кусок чего-то невразумительного, потому что были вылеты, лаги, баги, а на PS4, в эксклюзивах PS4, это редкость, такое редко бывает, тем более тут Open World, и ему еще простительно это, но пару лет назад, да, точно я не помню, к сожалению, вышел Horizon Zero Dawn. По размерам мира он был, конечно, поменьше, но тут были локации, как бы, я думаю, что все эти локации подгружаются, там мир был хоть и менее насыщен толпами зомби, но в Days Gone их тоже мало, ну, блин, давайте это я говорю уже, в Horizon багов почти что не было, она очень хорошо оптимизирована, классно сделана, конечно, что и студии отличаются, там все-таки гориллы, которые они более научны всему, с другой стороны, это была их первая игра в мире, и у них получился это лучше, поэтому, как бы, Days Gone ругать еще можно было, и ладно, мы что-то ушли от темы основной. Вернемся к оценкам, и так вот, пресса чаще всего делает более-менее объективные оценки, иногда чуть ниже, иногда чуть выше, если, допустим, это игра от какого-то хорошего разработчика, допустим, Кодзима, в игре часто можно поругать за что-то, но учитывая, что это видение определено там есть, это авторский проект, и как минимум за такие мелочи, которые обычный игрок может не заметить. Игре накидывает баллы, плюс, как бы, человек, если общался с ним лично, либо долго изучал его игры, он знает какие-то отсылочки, мелочи, которые он видит. Примерно то же самое происходит на Оскаре. Да, сейчас там тоже политика вмешалась, но как там все происходит, на, допустим, возьмем не Оскар, а просто какие-то кинофестивали, в жюри обычно они знают друг друга, они не знают режиссеров, они долго их общают, смотрят фильмы, и, допустим, он знает, если показали ветку рябины, то, значит, там он имел вот что-то вот это, вот такое настроение хотел передать, допустим. Зритель это может не увидеть, и поэтому какая-то сцена для него будет иначе восприниматься, чем критика. А критик же увидел эту ветку рябины несчастную, и понял, что тут он имел в виду режиссера, и сразу такой восторг у него. Поэтому небольшая вот разница есть между обывателем, и профессионалом в деле, который разбирается в теме. Пользовательские оценки очень субъективны, как и все в этом мире, но тут совсем уже субъективнейшая вещина такая бежит, что прям нельзя. Допустим, увидел он какую-то некрасивую сцену, или там баг какой-то, и все, игра говно. Хотя как бы этот баг случился скорее из-за его компа, допустим, из-за плохого оптимизации системы, из-за завала всяким говном его системы. И он поставил сценку плохую. И таких куча людей. Сойдите в Steam, блин, там половина рецензий, ужасные, просто какие-то, типа, игра говно, и все без какое-то описание проблемой. Или человек наиграл 600 часов, и говорит, типа, игра говно, блин, чувак, ты 600 часов наиграл, как-то, я понимаю, что за это время ты разобавался в игре, и скорее всего, если ты так пишешь, то она чем-то тебя выбесила. Возможно, даже заслуженно, но, блин, ты наиграл слишком много часов, чтобы уже можно сказать, что игра говно, потому что до того же ты играл, тебе нравилось, и как бы в этом вот причина. Я даже не хочу говорить о том, что если выравнивать игры по оценке пользователей в стиме, том же условном, то если откинуть совсем захайпленные вещи, такие трипелые проекты новые, которые, естественно, будут в верхушке, то 50% игр, что там останется, это игры для дегенератов, а еще 50% для детей дегенератов. И вот это, как бы, символизирует то, что люди любят играть. Поэтому пользователи оценки, блин, они не имеют почти никакой под собой основы, ценности, какого для жанра, скажем так даже. И если совсем можно говорить честно, то для чего нужна оценка? Для того, чтобы понять, покупать игру или нет. И чаще всего на это решение влияют первые часы. То есть, допустим, если первые пять часов игры классные, а потом какой-то немножко спад идет, то да и плевать, первые часы стоят классные, и именно первые часы продают игру. Да, концовка может быть смазанная, но, блин, все мы знаем, что концовка третьего масса эффекта возможно не самая крутая. Я не считаю, что она отвратительная, но да, могло быть лучше. Игра говно из-за этого? Да нет, конечно же. Одна игра не станет плохой из-за плохой концовки. Нет. Ну, разве что, может, какое-то кинцо, где именно ты сможешь кино часа три-четыре интерактивное, и финал все портит, там, всю интригу, все эмоции. Да и то, тут-то какие-то геймплейные моменты, какие-то сюжетные моменты могут быть до этого интересны, которые окупают для тебя этот экспириенс. Поэтому никогда не стоит прислушаться к тем, кто стоит плохие оценки из-за концовки, из-за последних часов, допустим. Очень часто в играх финальные битвы плохие, допустим. Я помню, в Gears of War 1 финальная битва отвратительная, но, блин, это что, делает плохую игру? Нет, нет, так не работает, а все. и оценки пользовательские зачастую очень субъективны. Да, я повторю, что пресса тоже субъективна, они такие же люди, как и мы, но при этом они лучше забираются в этой теме и какие-то моменты, которые пользователь может увидеть и не понять, что это значило, журналист заметит и отметит это, и оценка будет выше. Да, такое тоже бывает, что журналист наоборот принижает за что-то, что пользователь наоборот нравится, но тут мы перейдем к другому. Я вот раньше хвалил Days Gone и говорил, что оценка как бы слишком маленькая, но очень важный момент. Ты можешь любить любое говно, то пожалуйста, как бы тебе нравится играть в говно, играйте, пожалуйста, никто тебя не будет осуждать за это. Люди играют в PUBG, в Копатели, вот это все, им нравится, но если ты считаешь, что игра шедевр и не можешь видеть ее проблемы, признай, что да, проблема есть, но мне она нравится и такой, как она есть, то в тебе есть проблема. То есть я признаю, что и Death Gone есть проблемы, это не гениальная игра, но я играю, получаю удовольствие и в принципе окей. И я не хочу распарить оценки так сильно, уж как многие в интернете начинают там целые гневные тирады в комментариях расписывать. поэтому да, пользователи оценки могут быть типа показать, что на самом деле игра классная, если ты любишь жанр такой или там если ты любишь супергероику, то возможно тебе прототип 2 понравится, вот это все. Но все-таки пресса оценят более объективно, в какой-то роли да, более объективно, потому что лучше разбирается в теме, лучше видит какие-то ссылки и вот это все. пользователи все-таки более эмоциональные что ли. И да, больше знаний игры, больше знаний фич не делает из себя лучше профессионала. То есть журналисты чаще всего поиграв уже 2-3 часа в игру отлично представляют, что их ждут дальше. Да, иногда это ошибочное представление, потому что игра потом меняется, допустим, на 20-м часу она совершенно меняется. Это, кстати, случилось с RDR 2, когда первые три акта были такие размеренные, медленные, тягучие, хоть и очень крутые. А потом начало тух-тух-тух-тух прям сюжет идти офигенно. Но это исключение, тем более это игра от Трекстара и это совершенно другая должна быть подход к оценке. Но какие-то более мелкие, допустим, Call of Duty, если ты проиграл первые 3 часа и увидишь, что игра такая, то, скорее всего, она и до конца будет такая, несмотря на какие-то яркие моменты. Так было с Call of Duty Ghost, так было с Call of Duty Modern Fire 3, так было с какой еще, какая-то плохая была. Black Ops 3 тоже, он средненький вышел. Поэтому, блин, пользуясь оценкой, они по большей части отображают просто отношение к игре данного именно юзера и, поверьте, агрегировать эти оценки совершенно не стоит, потому что, во-первых, оценка может меняться даже банально от настроения, может ему сейчас депрессия, игра ему не понравилась чисто из-за депрессии, потому что пытается играть, настроение говно, и как бы, зачем это делать, если она ему не подходит под настроение сейчас. Он поиграл, ему она не понравилась, он поставил ей 6 баллов, типа, и вот, типа, оценка вниз пошла. По этой причине, ну и, конечно, в большей причине из-за того, что часто ставят оценки те, кто в игру не играл, я считаю, что это как бы плохо. Ну и, конечно, не забываем про то, что пользователя может обидеть какая-то вещь в интернете, какой-то хайп, анти-хайп, и он либо задерет оценку, либо понизит, наоборот, по каким-то совершенно левым причинам. Да, в стиме сейчас есть какие-то алгоритмы, которые это оценивают, и там можно прямо смотреть на пике оценок вверх и вниз, но все равно это не идеально работает. Тем более, у нас есть все еще агрегаторы другие, которые пока что это не могут делать. Поэтому, все-таки считаю, что, во-первых, нужно взять пример, как и у томатов, с подтверждением того, что ты играл в игру. В магазине это лучше, конечно, потому что в стиме ты пока не купишь игру, ты не можешь это сделать. Во-вторых, как-то минимальное количество часов, потому что, если ты запустил игру, она у тебя не работает, потому что у тебя ком-говно, и ты пишешь отрицательный отзыв, это несправедливо. Ну и как бы банально проверять как-то неадекватность людей, потому что я зашел в фашизм, да, вроде. Словом, я надеюсь, вы поняли мои мысли по этому поводу, надеюсь, вам было интересно. Пишите комментарии, обсудим это обязательно. Может, даже если кто-то захочет высказать альтернативное мнение, я позову там в два мудила, мы обсудим вместе с Алексеем, Олегом и вами эту тему. Так что, еще раз всем спасибо. Не забывайте подписываться на Патреон, на канал в Телеграме, в чатик в Телеграме, подписываться на YouTube, если вы этого слушаете, или подписываться на подкасты, аудиоподкасты, если вы это смотрите. В общем, тыкайте кнопочки, в описании куча ссылочек и увидимся через неделю. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok